ДИМАШ МАНГО Димаш Кудайберген – обычный парень с идеальной внешностью и голосом, творящим чудеса. Каждый его шаг и жест снимаются поклонниками на камеры. При этом о его жизни мне сцены известны так мало, что журналисты нередко сочиняют небылицы. Все это напоминает завязку популярных историй о супергероях. И вот нашлись творческие люди, которые реально это сделали. Мы сочинили, нарисовали, продумали план, представили самому герою на утверждение и даже получили одобрение проекта у творческого центра «Димаш Али». Естественно, всем нам интересно узнать, с чего все начиналось, почему был выбран этот жанр, как удалось убедить Димаша принять в этом проекте участие в качестве одного из персонажей. Ответы на эти и другие вопросы мы получили непосредственно у тех, кто стоит у истоков одного из самых необычных проектов, связанных с именем Димаша. Как известно, манга – это японские черно-белые комиксы. Этот вид творчества очень популярен в Японии. Поиски ответов привели нас к Андрею Бурмакину, руководителю и вдохновителю проекта. Наткнувшись однажды на СОС в исполнении Димаша в Ютубе, Андрей слушал все его записи до пяти утра. По словам Андрея, идея, что Димаш – идеальный персонаж для жанра манги, возникла у него уже через два дня после первого прослушивания. Более подробное знакомство с творчеством и личностью артиста убедило его в этом окончательно. На вопрос, почему именно манга, Андрей ответил так. Манга – очень интересный жанр сам по себе. С каждым годом он становится все более популярным. Я много раз лично видела, как мангу читают в интро, с экранов, в смартфонах. Создав первоначальную концепцию, Андрей собрал команду единомышленников. Он идейный вдохновитель проекта и следит за каждым этапом работы, вплоть до юридических вопросов. Он также занимается общим продвижением проекта. Кто определяет визуальный образ Димаша в историях манга? Об этом мы спросили у художницы Марии. Она отвечает за визуально-стилистическую часть, создает раскадровки и отрисовки готовых страниц, в особенности самых сложных сцен и кадров. По словам Марии, визуальный образ героя Димаша был адаптирован к миру манги, так как манга – это другая реальность, поэтому естественно, что персонаж отличается от своего реального прообраза, и это всего лишь означает, что он раскрывается с другой стороны. А что думают о проекте Димаш Манга на родине этого жанра в Японии? Мы спросили об этом у поклонников творчества Димаша в Японии и получили такой ответ. Мы считаем, что этот проект просто потрясающий, потому что Япония – это родина культуры манга, это должно способствовать росту популярности Димаша в Японии. Большинство из нас не говорит по-английски, поэтому, чтобы японцы могли купить выпуски проекта, они должны быть на японском языке. На вопрос, как же Димаш согласился стать персонажем в выдуманном мире манга, Андрей ответил, «Безусловно, у продюсерского центра Димаша и до нас были предложения по сотрудничеству, создание интересных проектов с его участием, но в итоге выбрали наш проект манги, что нам особенно приятно, и мы очень благодарны за доверие». В первом выпуске манга Димаш предстает привычному образу певца, но при этом вокруг него и других героев происходят загадочные события, а именно, главная героиня, девушка-художник и ее друг собираются прилететь из Токио на концерт Димаша. На протяжении сюжета им предстоит разгадать тайну появления на свет загадочной цифровой картины и понять, как связаны с ней существа из параллельного мира. Димаш с его уникальными свойствами голоса приходит нашим героям на помощь в опасной борьбе с врагами. Интервью подготовлено для вас с редакцией DK Media World. В этот раз с вами была Виктория. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всего самого интересного.